Колени и тазобедренные суставы мне мешают ходить. Тут так плохо ходить. Ну, а так, лечусь пока. Проблемы с коленями и тазобедренными суставами привели Раису Алексеевну в больницу. Диагноз – ревматоидный артрит. Когда-то почти 30 лет назад неприятное знакомство началось с того, что у женщины стали не иметь руки, терялась подвижность конечностей. Простые манипуляции, такие как сжать кулак или взять любой небольшой предмет, вызывали серьезную трудность. Сложно это дается ей и сейчас. Усугубило положение, проблема с ногами. Но женщина не теряет веры в медиков и благодарит за помощь. Здесь такие хорошие врачи. Наталья Васильевна, Людмила Григорьевна. Они много уделяют внимания всем больным. И всем помогают, рассказывают, объясняют, как надо лечиться. С болью в суставах сталкивается в течение жизни каждый человек в любом возрасте. Иногда это проходит, а иногда переходит в хроническое состояние. Боль длится годами, десятилетиями. Не дает полноценно жить. Среди пациентов в Брестской областной клинической больнице есть и те, и другие. Вариантов того, что же на самом деле мучает человека, достаточно много. Медики призывают не дожидаться серьезных проблем и при первых же симптомах обращаться за консультацией. Ревматологические заболевания во многом происходят за счет сбоя в иммунной системе. Когда иммунная система начинает воспринимать свои ткани как чужие. И развивается иммунный воспалительный процесс. Как правило, при большинстве наших заболеваний обязательно вовлекается сустав. При ревматоидном артрите страдает синвяльная оболочка. Происходит воспаление там. И если пациент затягивает к обращению, происходит разрушение сустава. Синовяльная оболочка начинает утолщаться и врастает в хрящ, и разрушает его. Поэтому для ревматологии очень важное понятие окно возможности. От момента первых симптомов до постановки диагноза и начала лечения должно проходить не более полугода. За это время доктор способен остановить болезнь и сохранить качество жизни. А оно может потеряться в один момент. Александр и подумать не мог, что в 40 лет ему понадобится серьезная медицинская помощь. Почувствовал боль в глиностопных суставах. И на следующий день уже поднялась температура. Ну, сначала как бы не продал этому значения. Думал, просто долго ходил на ногах и все пройдет. И неделю к врачам не обращался. Однако уже потом появились большие отеки и они покраснели. Пав на деление, увидел, что здесь гораздо более молодой контингент пациентов. Значит, здесь мы сразу назначили обследование необходимое лечение. И уже через буквально несколько дней я почувствовал значительное улучшение. Атаки я не мог даже стоять на ногах. Некоторое время были сильные боли, отеки. Артрит и артроз – два наиболее актуальных заболевания. Хотя этот перечень пополняется и другими диагнозами, которые серьезно осложняют жизнь человека. Сегодня медицинская база областной клинической больницы позволяет не только диагностировать, но и качественно лечить ревматологические заболевания при помощи процедур и препаратов. Но многое в этом деле зависит от профилактики. Для того, чтобы наши суставы не страдали, очень важно вести активный образ жизни, делать зарядку, сохранять хороший мышечный тонус, поддерживать хорошую массу тела, заниматься спортом, не курить. Курение негативно влияет на функцию суставов. У курильщиков поражение суставов развивается тяжелее, чем у некурящих. Так что быть или не быть здоровым – эту дилемму каждый из нас решает сам для себя, выбирая образ жизни, работу, досуг и отдых. Миф о том, что ревматологические заболевания актуальны только для пожилых, развеян официальной статистикой давно. Согласно данным, от общего количества людей с этой патологией более 25% в возрасте от 15 до 40 лет. В связи с этим врачи призывают людей регулярно проходить медицинские осмотры. Это в отдельных случаях поможет сохранить не только здоровье, но и жизнь.